Друзья, привет! Сегодня 12 ноября и разбираем мы статью из портала WALA касаемо двух израильтян, которые были арестованы в Турции, потому что они сфотографировали замок Эрдогана. А там это запрещено. Давайте разбирать заголовок. Это, кстати, водители Эгеда, они там были на отпуске. Истабху это можно перевести как в Липли, ну в сленге, которые, можно сказать, попали в какую-то такую сложную ситуацию. Это израильтяне, которые были задержаны в Турции. Натали и Морди Окнин, это пара, муж и жена, Бней Азуг, пара, опять же, муж и жена, Шене Эцру, Бехашат, которые были задержаны по подозрению в том, что Цельму Эд Аармон Шелердуан, сфотографировали замок Эрдуана, Юв У Айом будут приведены сегодня, Левета Мишпат Бетуркия будут приведены сегодня в суд в Турции. Ашнаэм насоула Медина לחופша пратит. Оба или двои поехали в страну, в Турции, имеется в виду, на час на отдых. Хופша, отдых, отпуск. Эля шеаз, Нацицруу в Малах Шайт, Шэрху Бэйстамбул. Эля ше, можно перевести как и тогда, аз, тагда, Нацицру, Былиза Держаны, Бэмалах Шайт, Бэмалах Этав Працесси, Бэвремя, Круиза, Шэрху Бэистамбул, которые они проводили или делали в Истамбул. Орэх Динам, Шэллазуг, Кара Лэлапид, Лэфа Оль, Лэмэн, Шэрурам. Орэх Динам, Шэллазуг, Адвокат этой пары призвал Лапида, а он министр иностранных дел, Лифоль действовать, Леман Щехрурам, то есть Лемана Щехрур Шелем. Действовать, принять какие-то действия ради их освобождения. Теперь давайте мы начнем переводить. Давайте переводить. Так, даже не переводить, а именно разбирать по ивриту. Тут много интересных слов. Значит так, истапху, инфинитив, леиста бех, это впутываться. Впутываться в какую-то ситуацию, влипнуть, можно так сказать. Это и впутываться во что-то, леиста бех, бе. И также это можно с чем-то. Это если с чем-то запутаться, не получается разобраться с чем-то, я, например, говорю, я тут запутался вообще, истабахтипо. Это именно вот когда мы что-то делаем и не получается, и только сложнее становится. Но также это и впутываться, и также это в сленге влипнуть. Целюм, естественно, это от слова ле-ца-лем. Ле-ца-лем. Делать фотографии, вообще делать снимок чего-либо. Кстати, не обязательно снимок, это может быть и видео. Эле, эле. Смотрите, ребята. Слово эле переводится как это, то есть как дефис. Просто из-за того, что у нас идет множественное число, вы видите, мы должны сказать не просто зэ, а эсраэлим, а именно эле или элю. Не-цру, это биня-нефаль, инфинитив, ле-э-а-цэр. Переводится это как, кстати, как и останавливаться, и быть задержанным, потому что на иврите ля-цор, то есть активная фаза, биня-на-пааль, это остановить, остановиться или задержать, как на английском рест. Поэтому были задержаны, мы переходим уже в пассивную фазу, то есть страдательный залог. Не-цру-бе-тур-ке. Естественно, если бы я хотел продолжить кем, я бы сказал али-я-де-а-рашу-йот, например, властями, али-я-де-а-миш-тара, полиция и так далее. Дальше. Бэ-хашад. Бэ-хашад по подозрению. Подозрению от слова лахшод. Подозревать. И смотрите, кого-то в чем-то, это будет бэ и бэ. То есть, если мы кого-то подозреваем, тоже будет предлог бэ. В данном случае. И в чем-то тоже бэ. Бэ-хашад, шэ. Шэ это уже в союз что? Цельму, это армон шелер-адуан. Юв-у. Юв-у. Это, по сути, будущее время. Страдательный залог биня-на-эфиль. А именно биня-на глагола ля-ви. Ля-ви это приводить, приносить. Многие думают, что только приносить. Нет, это и приводить, и привозить. Поэтому будут приведены уже страдательный залог, будущее время. В прошедшем времени гув-у, или у-ва, если мы говорим про начальную форму он. А в будущем мы просто меняем приставку гэ на приставку юд. Потому что это будущее время, третье лицо и окончание умноженное число. То есть, местоимения. Они будут приведены. Аш-на-им. Нас-у. Нас-у, естественно, линцо. Инфинитив. Лам-дина. Леху-ша-прати-т. Эля-ша-знает. Сруби-ма-лах-шайт. Шайт. Это круиз от слова. Лашут. Лашут это именно плыть на судне. Вот смотрите. Лис-хот. Это плыть самому. А лашут это на судне. Как, например, латус это лететь на чем-то. А лауф это самому лететь. Арху. Проводили. Глагол ля-а-рох. Мы о нем часто говорим. Ля-рох бинян пааль корень айн рейш хав. Переводится как проводить какое-то мероприятие. Редактировать тоже, кстати, если мы говорим про текст или про видео. И даже, даже, даже стол. Да? Накладывать на стол. Ля-рох шулхан. Орех динам шелезук. Орех динам. Видите, окончание динам это. Орех один шелем. Кара. Кара ле. Это призвал. Позвал. Но это и призвать кого-то. Попросить. Не только позвать. Лиф-оль. Действовать. То есть принять действие. Леман. Леман это предлог ради. И как все остальные предлоги. Леман склоняется по местоимениям. То есть. Лемани. Это ради меня. Леман ха. Это ради тебя. Или леманех. Женский род. Леман. Но ради него. В общем, ребят. Как вы склоняете все обычные предлоги. Так же и здесь. Добавляем местоимение на окончание. И получаем уже готовый предлог. И слово щихрурам. Щихрур. Шелем. От глагола. Ле шахрер. Освободить. Или ли штахрер. Освободиться. Корень шахрар. Четырехзначный. Щин. Хэт. Рейш. Рейш. Производное слово. Щихрур. Освобождение. Кстати, тоже, если мы говорим про армию. Когда человек заканчивает армию. Демобилизация на еврейте тоже будет. Щихрур. То есть, выход на свободу не обязательно из тюрьмы. Не дай бог. Или из какого-то там ареста. Но еще и просто освободиться. Ле шахрер. Не путайте. Есть слово лейтпа. Но это освободиться от дел. Это именно от дел. От занятости. А ли штахрер. Это освободиться на. Как бы свободу. Выйти. Еще говорят на верите. Ля цетля ховщи. Выйти на ховщи. То есть, выйти. Это устойчивое выражение. На свободу. На этом все, ребят. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, конечно же. И подписывайтесь на тренажер в рита. Потому что вот именно этот ролик, конечно же, будут смотреть мои ученики. И мы возьмем отсюда самые необходимые глаголы, слова и будем строить новые предложения, чтобы намного лучше проработать словарный запас. Всего доброго.